шаом роха мы продолжаем нашего путешествие через жизнь масса хаим давайте быстро повторим что мы сказали что мы выучили в прошлый раз и разные наши концепты разные наши идеи потихоньку они будут в нас ходить в наше сознание и они должны нам очень очень помочь пройти через жизнь успешно как мы сказали что что мы видим в торе что эти а масса от наше путешествие через жизнь это не просто чтобы мы могли добраться до цели а в самих в этих в самой жизни это не только как мы сказали mc и это средство это что-то что каждый наше испытание каждый наш опыт в этой жизни мы отменяет нас это мы должны пройти какой-то достичь пройти какому-то итогу подойти к какому-то осмысленности чему-то и только тогда мы можем уже продвигаться дальше теперь как мы видим в в арахаим он замечает что говорится масса от не говорится а дахан от не говорится о остановках говорится масса от и путешествиях что это постоянно как это динамика в нашей жизни и испытания они нас ведут к следующему к следующему цели окей значит вам как мы сказали что нишама наша душа она опускается с очень-очень высокого места она в этом процессе когда она опускается она одевается она у нее появляются оболочки управляющие это специальный левушим специальная одежда которая конечном итоге эти 42 остановки мы доходят она доходит сюда и сразу же мгновенно начинает возвращаться обратно и также весь мир также вся в ряд волям все создание мира после того как адама решен первый человек совершил свой грех то весь этот секунд мир начал свое путешествие в мы начали понимать что битахон уверенность упование должно вести к манухата нефеш к спокойствию к зрелости к человек который настоящий битахон у него он не впадает в панику как это можно достичь когда я наполняю себя наполнять свою свое мышление мыслями и концептами которые помогут мне не бояться и не впадать в какие-то агонии когда случаются какие-то испытания то когда мы наполнены изнутри тогда мы можем через это все пройти успешно как мы сказали чтобы начать вот этот путь назад и пройти эти путешествия и не завис не 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 чтобы человек не завис не не стал как-то какой-то не был за по остановку что он не сможет пройти дальше чтобы у него был постоянный прогресс для этого человека или а если он это делает сам тем что он меняет свое мышление и он делает максим тавим своими хорошими делами своим митсвот этим он продвигается дальше если он это сам не делает тогда иногда ему нужны и сурим страдания и это тоже этим он достигает следующий следующего этапа в начнем сегодняшняя шиур с одной из моих любимых историй это было около 50 лет назад один молодой человек простой хорошей религиозной семье проснулся утром и сообщил своим родителям что он у него такое чувство что его голова растет у голова растет на что конечно они сказали что это чушь это ерунда и все надо продолжать иди дальше но к сожалению это только остановилась хуже и хуже этот молодой человек он не хотел никуда идти не 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 в школу не не на улицу он каждый каждый день стало все хуже все более экстремально он читал что его голова растет он не читал франц кавку и других произведений это не от этого и так у него его ситуация становится действительно ужасно они пошли к врачу врач тот же опять же сказал что это все ерунда чтобы он просто жил нормально но это ему не помогло они просто обратились к большим специалистам и после многих исследований они решили что нужно его нужно специальную клинику и там это будет и дорого и долго и специальные гормональные разные препараты медикаменты и тогда они надеются что они смогут вывести из этого состояния этого религиозная семья они решили что перед тем как уйти на такой но идти дальше они пошли к гербе то время бэйс и строй был гербе это был бы сосуд на именах им и потом уже и сейчас четыре рэба назад другими словами и бэйс и строй его принял он был известен своим потрясающей мудростью и тоже как как людям помочь первое что он делал он выслушал его он выслушал его внимательно что у него наше что он говорит да ага что у тебя голова растет что ты чувствуешь что на все больше больше на после этого он не сказал ему что ты ерунда он сказал мы так смотри у тебя есть шляпа нет твоя шляпа она все еще ты можешь и на 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 тебе помогут машин одеть она она еще не мало тебе налезает на тебя говорит да-да-да вауха шам шляпа еще мне подходит тогда я ему сказал смотри каждое утро когда просыпаешься первое что ты делаешь ты смотришь шляпа еще подходит тебе или нет если ты видишь что он еще подходит тогда все нормально тогда все отлично как только ты видишь что же шляпа тебе не подходит она слишком мало приходи ко мне ему уже это польза мы уже все с тобой обсудим и мы при нем и будем предпринимать меры чтобы с этим как-то справиться но пока проверяй смотри и тогда все хорошо если подходит так этот семья вернулась этим молодым человеком и так на следующий утро он встал за шляпу все хорошо и так это не было мгновенно но через пару недель он вернулся к совершенно нормальной жизни и все забыли об этом что мы отсюда видим что человек герой понимал что он во-первых нужно выслушать он может просто что-то именно во вторые во вторых он должен дать ему килим должен дать эти инструменты даже как как ему самому с этим справиться как у него у самого будет возможность это контролировать и как-то это следить за этим и тогда у него будет чувство что он действительно что что это не что-то что полностью его погребает и он от этого не сможете справиться но он показал ему как в его руках с этим справиться окей значит дальше в нашем путешествие есть книга шуры дас от рэп ляо мэр блог это расширива тэлтс его чудом смогли спасти и и здесь из тэлтса и он переехал в америку я был один из главных архитекторов торы в соединенных штатах он открыл еще и тэлтс в кливленд стал целой огромнейшей империи и он две недели после того как он узнал о том что и его рабоцин и его жена и его брат который был авбейстен тэлтс и множество друзей учеников все были убиты нацистами он дал урок который назывался эссурии шел эссурии шел эссурии шел эссурии шел эсурии шел эсурии там он говорит о очень таких фундаментальных вещах но одна что важно сейчас для нас сказано в хазал говорят что сказано в талмуде что ашем в конце времен будет ашем вынимает солнце это солнце когда оно светит оно освещает то они будут они будут исцеляться от этого солнца решаем злодеи плохие люди они будут наказаны они будут страдать от него это будет один и тот же свет один тот же свет но для цадиким это будет исцеление и для злодеев это будет наказание в зор сказано что когда был криат ямсов когда было расхождение рассечения красного моря то это был хэсет это было добро ашем это было мидат хэсет это его качество добра и как же так понять для евреев я понимаю что это было добро но египтяне погибли они все были они утонули там ответ что кроме того что было там много чудес но то что мы учим оттуда что сказано что даже даже самая простая простая женщина служанка которая присутствует там и шла через море она видела такое за келли вен вео каждый мог показать за келли это мой творец это моя шэм было такой уровень от достигнут уровня пророчества такой близости к хэму ясности что она видела больше чем не хэскэл и хэскэл который видел самые такие ну какую-то особую близость хэшему в его пророчестве она достигла больше чем он и это было хэсет это был доброта и этим близостью к творцу еврейский народ был спасен а египтяне были наказаны то что мы видим что от одного от из какой-то орис какой-то свет из какой-то близость творцу которая может влиять на разных людей по-разному в в конце поколений на сказано что будет особенный мы приближаемся к ор большой свет взор сказано что последние 400 лет имеется ввиду что уже начало это уже начало 170 назад мы видим огромный прогресс будет ор этот оружие ор который светит из седьмого тысячелетия он уже как когда приближаешься к большому свету даже если что-то еще закрыто то он мы видим что этот свет уже просвечивается к нам в даже цадиким как сказано в там талмуде нужно было рифуа нужно было исцеление а когда человек не полностью полностью к этому готов то это это все еще его как-то не каждый рифуа и каждое исцеление это идет просто и без без боли и то что мы видим здесь рамак римойши кордаверу в известно что есть две школы кабалы есть аризал есть прямой шикардоверу они римойши когда выражил в цват и после этого аризал пришел в цват это было совсем большое время сказано что он пришел когда были его похороны тоже он участвовал там есть известная история что когда ризал только зашел в цват первый раз на вся что все что мы нем знаем все что мы получили это было меньше двух лет который он был в цват и когда у него и prime vital был его учеником он зашел в цват первый раз и он зашел в главную синагогу надо себе представить что это было синагога это главным раввином был бэйт юсеф и бэйсеф каро которым был старше аризалопе на 40 лет но их дети женились друг с другом и он это было минха там главным хазаном был рапшломок алкабец написал алиха доди даршан был алших и и ну как бы нельзя себе представить до всех кто там собирались и римоши кардавер был там и время было минха все молились когда закончили молиться то бэйт юсеф брав бюсеф каро автор шухонарох он все еще молился и пока они ждали его то молодой на ему было не было сколько лет аризал подошел к казану который молился там и сказал ему начинать повторение шмонесра не нужно ждать рава на что на удивление он сказал что мы не будем ждать пота осла мы ждем когда вот какого-то осла мы не будем его ждать на что этот хазан был в таком шоке что он действительно начал повторение шмонесра после молитвы бэйт юсеф спросил а что случилось сегодня почему ну как бы обычно ты ждешь а что случилось сегодня почему ты не подождал ну и он был не знаю что он он предсказал ему примерно что случилось на что бэйт юсеф был очень удивлен он сказал что в конце шмонесра конце меды не вошла мысль что будет когда осел несет муку перед песах и у него есть под этот под будет проходить к дотрагиваться до муки становится ли мука хамец или нет и в этом мысле никак не менее мог ним никак с ней не мог разобраться поэтому я никак не мог уже закончить шмонеса дать и обратно это так аризал себя представил в цвет рама говорит что в конце времен будет будут и сурим будут страдания и будет трибу из рим будет огромное количество их а но есть возможность от них избавиться в этот мир на как мы говорим что он он идет концу на так же как у человека и свой путь также у всего всего мира тоже есть поэтому тоже есть огромное число количество людей которые приходят обратно делаю чего потому что этот свет уже очень очень сильный поэтому даже люди которые далеки от 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 всего они внезапно то что не было в истории не было такого количества людей которые вдруг стали религиозным когда мы каждый человек каждый из нас он делает он 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 делают свою часть чтобы починить этот мир чтобы его исправить на поэтому сказано что каждый что спасает человека он спасает весь мир потому что тот что каждый из нас может его его функция вот доля в этом мире то что может сделать этот это целый мир поэтому в понятно что если же прям конец к сидит здесь рядом с нами то он находится в другом мире на хотя мы вроде бы физически в одной в одной комнате но есть люди которые совершенно находятся в других мирах и их задача здесь совершенно другая чем чем у нас чем у каждого человека другого значит в нишама на сегодня в этом шуре мы постараемся дойти до того главного барьера главного вам на вещи которая нас нам не мешает нам мешает из-за которой человек может зависеть остановиться и не не продвигаться дальше застрять на вот главный главный барьер мы к этому должны дойти чтобы понять это чтобы это чтобы не человек не застрял там в как мы сказали не шума на есть душа она опускается к телу есть длинный процесс пока когда опускается значит в во время беременности первые девять месяцов у нее есть ну есть какой-то процент что не шума уже здесь душа душа здесь с нами после этого когда ребенок выходит есть больше связи с душой а потом из бармитсва есть батмитсва бармитсва человек совершеннолетний это тогда не шума еще больше и самое уже максимально это в 20 лет сказано что в небесах человека судят только с 20 лет потому что тут уже его не шама его душа она полноценно в человеке в если мы мы знаем что в наша наша наш путь назад в сразу же начинается тогда как мы сказали нужно нужно работать над своим на свой перспективы над своим как я вижу вещи и когда мы этому это делаем успешно мы идем дальше теперь в люди бегают люди стараются искать какие-то сигулот какие-то вещи которых они думают что они спасут они будут делать вещи которые искать какие-то советов и так далее так далее и к сожалению часто это не поможет потому что они не ищут внутри себя как говорят бает по 3 лимала в лимата проблемы решаются наверху они внизу и когда человек постарай постоянно старается их решить внизу тогда часто он к сожалению не добьется и он опять же будет зависать в одном месте если в в истории нашей еврейский народ прошел через самые тяжелые и самые ужасные испытания на начиная с разрушения храмов потом были крестовые походы была инквизиция была шоа была была холокост и сейчас если мы посмотрим вокруг еврейский народ большей части нас полная свобода у нас обилие на еда технологии и так далее и нужно посмотреть где 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 что испытания стали совсем другими они стали на гораздо более они они начинаются у себя дома начинаются у меня в мой шарабейну сказано в такой сейф есть такая книга адам аришон там сказано что как и адам аришон первый человек тоже мой шарабейн была привилегия увидеть все поколения всех праведников когда он увидел рыба киева он сказал что хашем у тебя есть рыба киева ты даешь что-то мне нужно был дать его рыба киева и так далее у него был шанс увидеть все поколения до конца сказано что когда он увидел наше поколение дорах арон последнее поколение то тогда он достиг свой максимальный анава скромности сказано что мой шарабейну аноп микола дом он был он 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 был и считается самым скромным человеком поэтому он смог ли кабель смог получить так много что у него не было вот этого я он был полный клиент был полный сосудом когда он это достиг это он увидел наше поколение так что нельзя нельзя очень важно начать не недооценивать себя это первый шаг и знать что очень многие вещи человек действительно может решить сам окей ли майса что мы это видим мы сказали этот интересный странный пример со нищим который сделал какие-то раны нанес раны какие-то сделал всех своих детей уродовал их чтобы они им было легко собирать себе на жизнь и последнего ребенка своего он не тронул чтобы у него хоть один ребенок был полноценный когда он увидел что он не собирает подаяние это его привело в шок и злостью на что если бы я это знал я бы наоборот сделать него гораздо больше чем другим мы постараемся сегодня понять что это значит человек как мы сказали первом шиуре он мы очень часто жалуемся и я помню мой 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 ребер мой шизер адлер он когда он был в больнице он ее мне потом рассказывал что у него была был инфаркт один из его старых друзей это не каждый может такое сделать и когда он его навещал он что он стонал ему больше он к нему подошел и тихонько он прошептал это действительно так плохо действительно так больно если так ужасно и что ему это очень помогло но мой щедовид вали это один из главных учеников рамхала он пишет следующее очень интересная вещь что есть такая поговорка когда у человека какие-то проблемы страдания испытания что-то он теряет что-то у него он говорит к паротова нот как разовой нас пусть это будет прощение моих грехов понимает что ничего не случается просто так пусть это будет искупление моих грехов говорит римой щедовид вали что возможно иногда человек потеряет из-за этого потому что у нас есть выбор как мы относимся к этим испытаниям который нас окружают если у человека случается какие-то какая-то цара какое-то страдание то если он выберет что вот это пусть это будет прощение моим грехов тогда действительно это так и будет так будет но если он скажет что нашим что-то здесь происходит и он это возьмет с радостью и у него будет какое-то из-за этого алия он поставится за это подняться у него будет от этого кирвата ашем он приблизится к творцу из-за этого он станет ближе а потому что тут от него здесь требуется что-то него кто-то здесь что-то хочет он у него будет от это больше авата ашем говорит на вали что конечно у него будет к аппарата вон это так и так он 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 получит прощение своих грехов на что занимается у него случилось что-то плохое но кроме этого он выиграет так много он приблизится к творцу он будет совершенно другой другой ступеньки после этого и часто когда что-то случается нас хотят поднять нас хотят поэтому если человек это делает правильно тогда он поднимается гораздо гораздо выше ему не нужно будет больше никаких страданий ему не нужно будет каких-то пинков чтобы ему его подкинуть подальше повыше поэтому человек выбирает как к этому относиться к раббояр который говорил это джур 12 часов ночи ему позвонила одна его ученица и сказала что у ее может быть сестры или какой родственницы она уже женщина в возрасте была и у нее только что родился ребенок и это ребенок не 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 сто процентов здоров они здоров и она в полной агонии в депрессии у нее такой шок что она кричит что ашем зоны он в гневе на меня у меня наказал и она просто не может успокоиться она не хочет его ребенка видеть уже социальная работница она пришла к нему они хотят забрать у нее потому что она вообще на не может она всеми такой кричит что ашем злится на меня он меня наказывает и раббояр не знаешь что он как бы не знаю что ну можно попробовать он появился он по телефону он пытался объяснить этот концепт он сказал и много ну еще вещи но этот концепт что человек сам выбирает как ты хочешь сказать что ашем на тебя зал это это будет твой выбор на самом деле каждый раз когда есть какие-то из сурим какие-то страдания человека поднимают выше он вы он ближе к этому свету он ближе к творцу и он может это себя поставить как как мы начали что или он как ци дикими страпами у правильников они от этого получают исцеление получают свет близость или нет и поэтому он не объяснил что это ее выбор и на самом деле это 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 может принести огромнейшая радость и и благословение в ее жизнь и после как они говорили ему позвонили через пару недель ребенок в семье сказать что семья никогда еще не было так много гармонии так много радости так много благословения хорошего в этой семье когда они вот верно она вернулась с этим ребенком она поняла что что от нее спрашивают что не требуется и она не могла достаточно отблагодарить этого раура за то что мне помог значит мы выбираем на или это будет мая сим то вим это будут хорошие дела это будут хорошего это как как я смотрю на вещи как я их принимаю мои мысли или также сурим в наш тахалит наша цель это в мире как мы сказали это сделать какой-то текун сделать его исправить мы видим что есть например митсвот и западе которые связаны с землей израиля есть фрукты есть овощи которые нужно и стримот масрот масэр не шмита есть вещи которые они эти митсвот они микадеш они освещают физический мир и также с нашим с нашим человеком с нашим телом видим что прошлой главе яков говорит своим женам что надо что надо идти и один из причин на очень интересно что он 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 с ними раз хотя хаше ему сказал что чтобы он шел он разговаривает с ними объясняет им один из аргументов что пора уже уходить он говорит что что ваш отец слова но даже не улыбается и ну представьте себе улыбка лавана насколько там сколько там искренности сколько чего объясняют комментаторы что даже для такой фальшивой улыбки нужно что-то говорит что у лавана вся нецотки душа все искры ки души святости которые нам нужно было здесь забрать мы уже забрали лаван у него даже на это нету сил нет у него нет возможности на какой-то сэверполь для какой-то светить свое лицо поэтому мы закончили здесь нашу работу мы можем идти дальше в орахайм объясняет что испытания в вегипте и в пустыне когда мы мы считаем тору мы видим что еврейский народ там что-то нарушил в пустыне там 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 это не потому что что-то с нами было не так а им нас как-то тянуло куда-то нет потому что каждое место куда мы попадали медбар это пустыня это было подготовление зайти в аэриц израиль и медбар это было место огромнейший тумы огромнейшей нечистоты и нам нужно было пробиться через эти эту эти оболочку и это было бы главным подготовлением чтобы зайти в аэриц израиль и поэтому когда мы приходили на какое-то новое место там было это испытание там нас нас не то что нас нас самих тянуло куда-то нет когда мы подход приходили новое место это место было горем она способствовала тому она была причина тому что были эти испытания нас тянуло в разные стороны и смысл был в том чтобы мы это опять же починили это исправили но иногда мы падали иногда некоторые иногда еще виталеве например колено левитов она сделала правильный выбор и она подняла себя навсегда на другую ступень и иногда остальные самая резко народ сделал все правильно иногда нет это тоже важно понять что когда что-то происходит это это значит что моя нишама моя мой путь достиг какой-то новой новое место и в этом месте вот нужно сейчас как-то вот с этим справляться с тем новым испытанием который меня там ждет это очень важный концепт чтобы тогда это человеку легче с этим справляться в теперь самый главный барьер самый-самый главный самый жесткий самый ужасный барьер который мы видим в в пустыне и это то что относится к нам нашей жизни значит как мы сказали есть в общем-то 42 путешествия до остановки в нашей жизни на самом деле это 40 потому что есть выход и вход из этих 40 есть на самом деле 10 в которых тора говорит о 10 испытаниях в пустыне они главные и из них уже выходят разные второстепенные испытания и из этих 10 есть одно самое самое главное и это самый главный махсом барьер такой шлагбаум который человека останавливает и не дает ему идти дальше и мы поставимся сегодня это открыть этот барьер в если посмотрим на эти испытания в пустыне что было самым ужасным был конечно хэд айгель был золотой телец на грязь золотого сельца было койрах были медьян балпёр то что происходило там каким что считается самым ужасным самым тяжелым испытанием это мираглим это разведчики когда мы начали плакать когда они сказали что разведчики сказали нам что варится страница это слишком тяжело это мы не сможем там жить мы не сможем туда зайти сможем завоевать то еврейский он начал плакать называется бэхьяш алхинам был плач не за что не за что бэхинам сказано что это поколение хэд айгель мы это было поклонство это были другие это был корох восстание это были разные разные испытания где большинство еврейского народа себя неправильно повело но каждый раз маша бэйну молился за нас мы сделали мы раскаивались и мы о чем нам прощал здесь когда доходят до мираглим до разведчиков ад к нашим говорит нет все умирают здесь нету хэм шех нету нет не будет продолжения это поколение она остается здесь она остается здесь в пустыне и невозможно идти дальше почему что в этом что было такое такой фундаментальный настолько настолько ужасный грех что нельзя было продолжать в более того почему это бэхинам почему это было просто так когда 10 гидолиадор главы правоколения приходит и говорят что нет туда не зайти это 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 что-то ужасное это великана это ужасно на это это земля пожирает всех когда 10 человек на тебе 10 не просто человека людей которые считаются правильники когда они ушли они считаются правильником они говорят такое почему это бэхинам почему это считается ни за что в в здесь мы должны понять на вернуться что ашам создает этот мир для тахлась для какой-то цели эта цель на как мы сказали что ашам создавал миры он разрушал их создавал и разрушал создавал и разрушал так девятьсот семьдесят шесть раз почему это было мы другой раз мы должны это обсудить но эти каждый из этих миров он создавал и разрушал создавал и разрушал почему потому что в конце концов создает мир где он хочет дать нам так объясняет аризал так объясняет рамхаль в мсалтий шарим путь правильных он хочет нам дать а то вам ушлемет полноценную с хар награду на доброту эта награда должна быть полноценная полноценная как это можно достичь объясняет рамхаль на чтобы это не было хлеб стыда что как пример мы даем пример что встречаются два друга и один из них говорит что ты знаешь помнишь нашего друга третьего у него были такие ужасные испытания он все потерял у него не было зарплаты у него не было где жить я я снял для него квартиру я нашел ему работу я купил ему еды я купил ему мебель и так далее и так далее он перечисляет все это но после всего этого его друг говорит ты знаешь что но но этот друг которому ты так помог каждый раз когда ты идешь по улице он старается он тебя видит он он убегает на другую сторону вот так стыдно посмотреть на тебя ему так неудобно так как бы как бы хотя ты ему так много дал ты так ну с одной стороны так был но ему стыдно тебе посмотреть в глаза поэтому ашем говорит этот мир будет сделан так что у каждого человека будет будет потенциал будет возможность заработать это заслужить это этот человек заслужит он работает на каким-то проектом долгое время и он потом успешно его заканчивает тогда у него огромнейшее наслаждение если он получает просто какую-то добавку это это не то это не полноценно ашем может там дать только что то что полноценно то что максимально то что совершенно поэтому он дает нам это поставил нас этот мир где мы можем дал на возможность заслужить это поэтому еврейский народ находится сейчас в пустыне еврейский народ находится на пустыне теперь в когда это там все хорошо у нас есть ман у нас есть хлеб из еда обилие всего наша одежда она постоянно растет с нами наша мы учим тору весь день мы у нас мы близки с мощь рабейну с маша с всеми мудрецами сарон что нам нужно еще нас полно так хорошо говорит ашем но я не для это создал этот мир создал этот мир для испытаний создал этот мир там где чтобы мы могли заслужить это поэтому нужно идти в альцисраиль когда возвращаются разведчики они говорят что нет нет мы 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 хотим быть здесь мы хотим чтобы было получить все просто так это называется бехи нам мы хотим это просто так мы не хотим потеть мы хотим работать да ну будет будет у нас немножко меньше наслаждение так у нас не будет это совершенным да но нас это не интересует мы хотим чтобы было просто чтобы было легко тут ашем говорит тут с вами тут нечего не о чем говорить если у вас какие-то я царара у вас какие-то испытания хорошо с этим мы как-то справимся но когда вы не заинтересованы в этом не заинтересован в этом мире тогда мы не принадлежит этот мир вы не можете быть здесь рахамим рахамим и милосердия Рама Шапир объясняет рахамим от слова рэхам рэхам – это утро там и где растет ребенок рэхам рэхам – это слово махар завтра рахамим милосердия когда есть махар когда есть продолжение когда есть какое-то будущие если нет этого будущего если у вас нет никакой перспективы вы не желаете жить в этом мире тогда вы остаетесь здесь, вы остаетесь в пустыне, вы не идете дальше, поэтому мы должны понять, вот это очень важный максимум, когда человек останавливается, он останавливается, он видит, что это, ему это too much, это слишком много для меня, я не, мне это не интересно так, я хочу, чтобы это было, как я хочу, я хочу, чтобы это план, чтобы мир шел, как это мне нравится, мы часто говорили про Хоцхайм, Хоцхайм говорил своим талмидинам, своим ученикам, он спросил, как вы бы создали этот мир, если бы вы, у вас был шанс быть творцом, если бы ты был творцом, как бы ты сделал этот мир, и ученики были так в шоке от такого креативного вопроса, они не привыкли к таким оригинальным, где им, и Хоцхайм сказал, я скажу вам, я бы создал этот мир точно так, как он есть, именно, да, сказал, именно, почему, потому что Хоцхайм создал его так, как он есть, да, если человек чувствует, что он орех, я тут гость, я гость в этом мире, я пришел сюда, у меня есть какая-то задача, я должен ее выполнить максимально, но я гость, я не балабайт, я не хозяин, если я не хозяин, да, тогда хозяин решает, как здесь будет происходить, я от меня, зависит максимально использовать мой потенциал, максимально пройти все мои становки, максимально вернуться к совершенству, это да, но я здесь, чтобы работать, я здесь, чтобы быть, Эва Дашем, и когда человек это понимает, он проходит вот этот вот главный барьер, главный шлагбаум, который не дает людям сдвинуться с места, они, они, к сожалению, такую, они, к сожалению, застревают в этом, и это, это никуда не дойдет. Олям от слова нейлям, да, это от слова скрытый, Ашем скрывает себя, чтобы мы его открывали, чтобы мы шли дальше, чтобы мы куда-то поднимались, поэтому здесь, в этом мире, мы должны помнить об этом, что я, опять же, гость, да, если я начинаю свой день с этого, и тогда моя жизнь идет с этим другим словом. Очень часто наши, наши негативные эмоции, наши, наш страх и наш, наш гнев, они говорят, что у меня есть какие-то ожидания, какие-то, какой-то план, как это должно быть, и как только это не идет по плану, это меня, нас выбрасывает из баланса, у нас нет равновесия. Как говорил один человек, который, он постоянно в диком стрессе, потому что он, 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 его, его, его работа, она связана с перевозить вещи с одного вместо другого, и он не может терпеть, когда люди перед ним, они ведут машину очень медленно, они забирают его время драгоценное, они забирают его, он как бы, он считает, что он, он вот сейчас умирает, потому что он в этот момент, они как бы крадут его жизнь, и ответ на это очень просто, что если человек понимает, что сейчас у него испытания, сейчас он учится быть терпеливым, сейчас у него вот это его масса, вот это его путешествие, тогда это наоборот, сейчас он выбирает жизнь, сейчас он потрясающе себя поднимает на другой уровень, и это как маленький пример, где бы это ни было, в нашем, в нашей, в нашей семье, в нашей работе, и когда мы видим, что, что, это не должно быть бахинам, это не должно быть просто так, наоборот, когда мы понимаем это, тогда человеку не нужны, не сурим, ему не нужны страдания, нужны проблемы, потому что он меняет свое мышление, он готов идти дальше. Без раташем, мы продолжим наше путешествие в следующий раз. Спасибо.